Ивановцы в условиях Крайнего Севера. Больше трех дней температура воздуха в областном центре не поднимается выше отметки минус 28 градусов. Жители без лишней необходимости стараются на улице не задерживаться. Первый арктический удар на себя приняли сотрудники скорой помощи. С 3 января количество вызовов в связи с переохлаждениями и обморожениями выросло в два раза. Медики рекомендуют носить термобелье, а также закрывать руки и лицо. Ни в коем случае нельзя растирать замерзшие участки тела снегом. Ни в коем случае нельзя согреваться алкогольными напитками, потому что это усугубит состояние. Лучше в таком состоянии зайти в помещение, в теплое помещение, выпить горячий чай. В группе риска находятся в первую очередь люди без определенного места жительства. И в группе риска находятся люди, которые принимают алкогольные напитки. И в группе риска находятся люди, которые деваются не по сезону. И никакого героизма. Если самочувствие после переохлаждения ухудшается, необходимо вызвать карету скорой помощи. В праздничные дни десятки ивановцев были госпитализированы в терапевтические и хирургические отделения с обморожениями различной степени тяжести. Без выходных и праздников работали сотрудники МЧС. На территории региона развернуто пять стационарных пунктов обогрева. Один мобильный. Круглосуточно открыт на 188-м километре федеральной трассы Москва-Нижний Новгород. Оказана поддержка восьми автомобилям. Техническая поддержка восьми автомобилям. На пункте обогрева обратились 10 человек. Это из проезжающих автомобилей. Две машины были заморожены. Вышли из строя печки автомобильные. Мы здесь их отогревали. Михаил чаевничает в пункте обогрева уже третий день. Его автомобиль ГАЗ-53, направлявшийся с грузом в Тулу, замерз недалеко от областного центра. В машине сел аккумулятор и промерзло газовое оборудование. Специалисты говорят, реанимацию сделаем. А так очень хорошо. Горячий чай, питание, никаких проблем. Есть где поспать, тепло, уютно. Очень хорошо. К зиме нужно готовить свое здоровье, свое жилье и авто, отмечают специалисты. А тех, кто оказался не готов к морозным рабочим дням, успокаивают. К концу недели температура воздуха прогреется до привычного ивановца нуля градусов. Мария Смирнова, Андрей Семивоков, РТВ Иваново.